Всем приветики, с вами Ольга, и я вам желаю здоровья и счастья, радости и любви. И сегодня я в масочке, потому что у нас 12 февраля начинается карнавал в городе Виариджо. И сегодня мы поговорим, можно ли приехать сейчас в Италию русским, не говорю туристам, просто приехать из России и посетить не просто карнавал, а всю Италию. Итак, поехали. Дорогие мои, хотела бы просто с вами поделиться, поделиться, я бы сказала, что довольно-таки нормальными новостями. То есть в Италии анонсированы послабления для находящихся в стране иностранцев, привитых непризнанными в Евросоюзе вакцинами. Новые протоколы не отменяют действующих ограничений на въезд с туристическими целями. То есть туристов из России со спутника УВИ в Италию пока не пустят. Но отправиться в бизнес-поездку или на лечение в Италию россиянам, прибитым или переболевшим ковидом, можно. Итак, поехали. Почему? Италия смягчает требования к привитым или переболевшим ковидом гражданам. Италия поддержала общие европейские тренды на сворачивание ограничений в связи с омикроном. Власти страны в среду вечером, то есть позавчера вечером, объявили об изменении подхода к борьбе с ковид-19. Правительство упрощает правила для тех, кто был привит или переболел ковидом после вакцинации. Так, действие зеленого пропуска станет неограниченным для тех жителей страны, кто получил аж три дозы, у меня пока еще только две, три дозы прививки или две дозы вакцины и уже после этого переболел коронавирусом. Мы находимся в фазе и в новом времени, резюмировал новую политику властей министр здравоохранения Роберто Спиранце. Привитым иностранцам станет проще путешествовать по Италии. Анонсировано существенное послабление и для иностранных туристов. До сих пор иностранцы могли въезжать в Италию со своими прививочными документами. Речь о вакцинах идет одобренных ВОЗ. Однако, не могли получить супер-грин-пасс, то есть пропуск, который дает право посещать рестораны, заселяться именно в отели по приезду или иметь доступ к другим общественным местам. Теперь эту несправедливость исправят по новым правилам все, абсолютно все, кто прибывает из иностранного государства с сертификатом о выздоровлении или вакцинации препаратом, признанным в Италии с момента иммунизации или выздоровления должно пройти не более, не более, внимание, шести месяцев. Эти граждане смогут иметь доступ ко всем услугам и в учреждения, где необходим супер-грин-пасс на основании своих документов. Те же граждане, кто привит вакцинами, не признанными в Италии, например, российским спутником ВИ или Кови-ВААКОМ, или имеют свидетельство о выздоровлении, то есть оба документа не старше шести месяцев, тоже могут посещать общественные заведения, где нужен супер-грин-пасс. При предоставлении результата экспресс-теста на коронавирус, который действителен до 48 часов, или ПЦР-теста, который действителен до 72 часов, но он очень дорогой, дорогие мои. При этом тест для тех, кто привит двумя вакцинами и после этого переболел уже, ПЦР-тест не обязателен. Итальянское новостное агентство ANSA в своей статье, упоминая про другие непризнанные в Италии вакцины, в первую очередь пишет, что спутник ВИ, по данным ANSA, указан. Указ с новыми правилами вступит в силу в понедельник 7 февраля. Неизвестно, как долго будет действовать итальянская система зеленых пропусков, поскольку правила действуют только в условиях чрезвычайного положения в стране, срок действия которой в настоящее время истекает 31 марта 2022 года. Будем надеяться. Возможно, зеленые пропуска вообще отменят, поскольку охват вакцинации в Италии очень высок. В течение омикрона, а течение омикрона везде в мире постепенно признается сходным СОИРВИ и не таким уж и опасным. Согласно последним данным, 83 аж процента населения Италии, который подлежит иммунизации, уже, уже 83 процента, дорогие мои, уже привито третьей дозой вакцины от COVID-19. Важно, что важно, въезд россиян в Италию с туристическими целями по-прежнему запрещен до пока 31 марта. Между тем, анонсированные послабления внутри страны не отменяет жестких требований по въезду в Италию. Все распоряжения по ограничению въезда сохраняются и изменений пока не предполагается. Но это решение позволяет создать условия для вакцинированных другими препаратами, которые находятся в Италии, пояснил министр здравоохранения Роберто Спиранце. Согласно действующим распоряжениям, ряд стран, включая Россию, входит в список государств, из которых въезд с туристическими целями пока не разрешен. При въезде по причинам рабочего характера на срок более 120 часов, потому что до 120 часов карантин не нужен, для лечения, учебы из этих стран, для въезжающих предусмотрен карантин 10 дней. Без специальных распоряжений Минздрава данные ограничению сохраняются до истечения строка режима чрезвычайной ситуации, который был продлен до 31 марта 2022 года. Россияне смогут поехать в Италию с бизнес- или медицинскими целями. Тем не менее, туроператоры считают последние перемены в Италии весьма позитивными. Так, эксперты туроператорской компании ПАК Групп, одного из лидирующих игроков туристического рынка по Италии, поясняют, что у россиян снова появится возможность поезда к Италию. Правда, это не туризм, дорогие мои, в классическом виде и не для всех. Новое введение означает, что наши граждане могут въехать в Италию с бизнес-целями и по медицинским показателям при наличии шенгенской визы, сертификата о вакцинации, отечественной вакцинации или сертификата о перенесенном ковиде. Срок действия сертификатов не должен превышать 6 месяцев. При наличии ПЦР или экспресс-теста россияне смогут заселяться в отели и посещать общественные места в Италии. Прокомментировали ПАК Групп. То есть должны иметь сертификат о вакцинации или о том, что переболели, и плюс ПЦР-тест. И, пожалуйста, можете приезжать по бизнес-визе или на лечение в Италию и заселяться в гостинице и пользоваться всеми услугами, как и Супер Грин Пасс. Итак, эксперты, тоже ПАК Групп, напоминали, что до введения Супер Грин Пасса в России отмечался определенный спрос на поездки в Италию с бизнес и медицинскими целями. И все надеются, что интерес к таким поездкам снова вернется. Отложенный спрос есть, отметили представители туроператора. И добавили, что специалисты ПАК Групп готовы помочь составляем документов для таких выездов и бронированием необходимых туристических услуг. Это уже первый и самый хороший шаг к ослаблению ограничений, который приоткрывает нам дверь в Италию, то есть российским гражданам приоткрывает двери в Италию. И наши партнеры в Италии очень рассчитывают на то, что после 31 марта будет отменен режим чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации, и ограничений станет еще меньше. Опрошенные редакции газет, эксперты туроператоров отмечают, что то, что несколько неполноценным будет летний туристический сезон в Италии для россиян, зависит прежде всего о том, будет ли разрешен въезд в эту страну гражданам Российской Федерации с туристическими целями. Пока этого не произошло, но надеемся, все надеемся, что после 31 марта 2022 года наконец-то отменят все ограничения и будут пускать россиян именно с туристическими целями. Но, дорогие мои, пока с туристическими целями еще пока нет, как я уже говорила, то есть если у вас есть возможность, а возможность очень у многих туристических операторов делать бизнес-визу, то вы можете сделать бизнес-визу и приехать в Италию, как я повторяю, если у вас есть сертификат о вакцинации и плюс отрицательный тест на коронавирус, который действует 48 часов, но здесь его можно сделать в любой аптеке, то есть сертификат о вакцинации у вас уже будет до 6 месяцев, или о том, что вы переболели, плюс, тест, когда нужно куда-то будет пойти, в любой аптеке сделали, на 48 часов он действителен, ну и, конечно, при заселении в гостиницу. Ну, а я, конечно, советую всем, кто будет приезжать в Италию, лучше снять какой-нибудь частный секта, чтобы вас там особо никто не контролировал. Ну, в общем, дорогие мои, дорогие мои, жду вас в Италии по бизнес-визе, по какой-то другой визе, лучше сейчас пока по бизнес. А у нас карнавал! С наступающим всех карнавалом вас! Люблю вас всех!